Всем привет друзья, с вами Михаил, это игра Magnum Quest. Сегодня в видео хотел поделиться с вами составом персонажей, которые наносят максимальный урон на боссах, на марионетках, на боссе гильдии. И рассказать какие трудности были с созданием этого состава и какие ключевые моменты на которые стоит обратить внимание. Друзья, если вам понравится видео, будет полезным, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем спасибо за поддержку, друзья. Итак, погнали. Как вы видите, состав выглядит следующим образом. Первая линия Шейль и Луин. Сзади у нас Гарри, Виндон и Сюр. Именно в такой последовательности, друзья, пробовал другие. Вот это дает максимальный эффект в связи с тем, что подтягивается Гарри с нижнего ряда и тогда навык хила Луина захватывает всех. Заливка энергии и хил захватывает всех, а Луин себя не хилит, его хилит Сюр. Поэтому получается команде жить полностью все время битвы с боссами. По картам, друзья, самая лучшая, по крайней мере, у меня сборка получилась вот такая вот атака карта на скорость, заливка энергии и увеличение скорости. Чем быстрее будет бить Шейль, тем быстрее будет наноситься урон. И это самое главное, потому что основной уронщик здесь Шейль. Все остальные чисто саппорты. Луин на разгон, заливку энергии и тоже увеличение атаки. Виндон тоже увеличение атаки. Мах магическим персонажем, который бьет магическим уроном. Это Сюр и Шейль. Гарри тоже самое, увеличение урона. И очень важно, друзья, обратить на следующие моменты. Первое – это Шейль. Шейль у нее, или у него, не имеет значения, будет самым важным, чтобы атака была наибольшая из всей пачки. Потому что навык, пассивный навык на увеличение крита и урона у Виндона, он работает на персонажа с максимальной атакой. Если это будет Сюр, урон будет падать в разы. Так, следующее, друзья, по прокачке звездной карты. Тоже очень важный момент. Виндон и Гарри желательно, чтобы открыли себе навыки на увеличение определенных показателей случайным образом. Если какой-то бабки дают на персонажа, это очень хорошо будет бустить Шейль. Это первая ячейка у Виндона, друзья. И последняя ячейка в звездной карте у Гарри. У Гарри я еще не прокачал, у Виндона уже прокачал. Это очень тоже будет увеличивать ваш урон. Карты тоже желательно не на первом уровне держать, а по возможности гаранты вкидывать именно вот в эти карты, чтобы хотя бы на втором, на третьем уровне они были. Вот эту карту тоже есть. Карта более лучшая, красная. Там она еще больше показатель заливки энергии вам даст. У меня она пока не прокачана, поэтому серебряная лучше показывает себя. По шмоту, друзья, тоже по шмоту сейчас я вам покажу. Шмот на Шейль лучше всего заходит в следующий. Это вот этот вот набор на меткость, уклон и увеличение урона. У Шейль меткость увеличивает показатели крита, поэтому имеет смысл. Пробовал с шмотом крит-крит урона атака, по-моему, не то, совсем не то. Выживаемость уменьшается. Вот это реально хорошо работает в паре с Виндоном. Виндон потому что тоже меткость снижает у босса. И более или менее получается пачки жить. Это особенно критично, когда босс уже там на таких вещах, что выносит прям с одного удара, это хорошо помогает выживанию. По прокачке Шейль надо прокачивать максимально. У меня сборка такая, не считаю, что она идеальная. Можно было бы, возможно, все на крит урон. Но у меня некоторые показатели в крите все-таки есть. И последний навык, вот этот был бы еще лучше. Наверное, заходил бы, заходил бы еще лучше, увеличивал бы после ульты урон. Урон по Виндону, это навык, который я вам говорил, имеет большое значение. Это вот этот вот навык. Если будет баф попадать на увеличение атаки на Шейль, это будет шикарно. Если будет меткость попадать, тоже хорошо. Уклонение тоже хорошо. Все хорошо, будет или атака, или выживаемость увеличиваться. По камню, по камню на Шейль тоже очень важно. Крит, крит урон или меткость. Опять же, у меня сборка такая. Тоже скорость атаки выпала. Я не менял, друзья, но видел тоже неплохо. Крит, крит, крит и три крит урона стоят. Тоже неплохо показывает себя. В общем, такие проблемки были у меня при сборке. Долго я ее собирал. И сейчас давайте, друзья, посмотрим от теории, практики, какой показатель мне даст эта команда. Надеюсь, видео вам понравится, будет полезным. Всем хорошего настроения. Мирного неба над головой. Приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...